Приветствую вас, я во всей вашей истории не понял только одного, почему БАМ? То есть, ну вот, серьезно, почему БАМ? То есть, все что угодно может быть, но почему БАМ? Мне всегда казалось, что БАМ это такая прям совсем крайне карательная мера, когда человек прям вот откровенно заболбал, откровенно достал. Вот. Почему БАМ? По какой причине БАМ? Вообще. Вообще говоря. С чего она должна вас БАНить? Вы можете как-то пояснить этот момент для хотя бы нас, чтобы мы поняли. Это первое. Второе. Значит, отвечу вам сразу на ваши вопросы, чтобы, ну, было понятно, да? Значит, второй момент, вот, написать, да, написать на ей. Вот, например, для чего она писать? Если вы, ну, хотите ей написать там, ожидая чего-то, да, именно, ну, именно ожидая чего-то, то, ну, это один момент, если вы именно ждете от нее чего-то. В таком случае писать, ну, наверное, не стоит. В таком случае писать, потому что, если она не оправдает ваших ожиданий, не оправдает так, как вам хочется, к примеру, то, ну, скорее всего, ничего не будет вы, кроме разочарования, опять же, ничего не испытает. Вот, если вы ходите и готовы ей написать, то просто так, вот, просто чем-то поделиться, да, там. То есть, если вы реально пришли, ну, вот, вы реально заняты, да, если это не ложь. Ну, вот, если вы реально заняты, вы вот, ну, у вас появилось время и вы, ну, решили ей написать, ну, вот, что напишите, в чем, в чем проблема-то. Берите, пишите, и все, вот. Это такой аспект. Чисто, вот, по тексту. Далее, вы пишите, переживаю очень. По поводу чего переживаете-то, если девочка-то, в общем, посетил вас, ну, только. По поводу чего тут переживаете. Вы с ней чувств какие испытываете. Судя по тому, что вы пишите, вы в ней видите средства от своего одиночества. Поправьте, поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь, но, так же, так же не видится. То есть, я не могу просто других причин, не вижу других причин, из-за чего вы могли бы, ну, переживать. Вот. Так что, вот, нужно, опять же, нужно, нужно, для психолога нужно вам объяснить, почему я переживаю. Вот. То есть, что меня мотивирует переживать. Вот. Понятно, да? Дальше. Так, общался с девочкой в комплекте два с половиной месяца. У нас с ней было много общего, нам обоим очень нравилось. Фринландский рок-коллектив, чья солидка погибла в начале этого года. Слушайте, единственное, что вас объединило, это... Любовь к Алованской группе. Слушайте, ну... Я, конечно, не знаю, что это за группа, несмотря на то, что тяжелую музыку люблю. Правда, довольно специфичную, но люблю. Вот. Ну, совершенно однозначно я могу сказать только то, что... Вот, если бы мы с вами любили, например, Линкендарк, да, группу, один из вокалистов, который так же покончил с собой, да? Наверное, эту историю. Вот. Вряд ли мы с вами стали бы хорошими друзьями, если у нас, кроме этого, не было бы никаких интересов больше. Вот. Поэтому это... История немножко про другое. История про... Ваши интересы. То есть, насколько... Много у вас... Интересов. Ну, пока что... Пока что. Ну, я бы сказал, что интересов вас очень... Очень... Немного. То есть, ну, все-таки... Все-таки... Группы это мало. Ну, любовь, страсть в группе это все-таки очень мало. Да, интересно. Чтобы стать... Ну, чтобы стать... Ну, друзьями. Ну... На мой взгляд, опять же. На мой взгляд, опять же. Дальше... Идем. Дальше идем. Так, у них не было много общего. Ну... Ну, так... Общались мы очень часто на протяжении этого времени. Она поначалу была очень много. То я пишу, делю свою музыку. Люблю слушать. Тот... Всегда на... Признаюсь первым. Она мне тоже пришла. Почему признаюсь, выделили капсом... Не очень понятно. Эээ... Ну, бывало у нас этот... Отвечательное слово. Либо простит, не ответит. Я уже весь такой в панике и без чего. А без чего паника-то? Что такого страста, что она вам... Не ответила? Ну, не ответила. На всякие дела там бывают. А это... Потому что она не должна отвечать там. Вы же не... Какие-то... Ну, там... Не знаю. Зеловые партнеры. Чтоб она вам была обязана отвечать. То есть... Знаете, как бы вот... Паника, да. Которую вот вы... Чувствует. Это... Ну, это исключительно... Ваша... Как бы реакция. Ну... И вам... Соответственно, нужно определить... Эм... Причины этой... Реакции. В том числе, этой... Паника. Это исключительно ваш ответ. Ну, всё. Ну, всё. Я бы очень хотел, чтобы вы... Как-то вот... Мм... Определили... Причину этой паники. То есть... То есть, понимаете, вы... От девочки, в данном-то случае, Чересчур зависимо... Получается. Вот получается, что от девочки... Вы... Чересчур... Зависим. К сожалению. Вот. Ну... Это... Это очень... 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 Негативные истории. К сожалению. Лава. Опять. Вот. Потому что... Девочка чувствует... Что... Чересчур... Ну, что вы в ней... Чересчур... Нуждаетесь... Как бы... Что... Она это... Чувствует... А... Если она это чувствует... То... Ей это... Ну... Вполне себе... Может... Не нравится... Как... Ну... Вот... И так... Причина панцы... Панцы... Я здесь не могу столько предполагать, но... Может быть... Вы через девочку увидите какие-то свои потребности. Вот... Это... Может быть... Страх... Одиночество, например... Её значимость... Для вас... Эм... Эм... Там... Замещение... Вот... Обязательно ей там... Значит, что вы одиноки... Что... Ну... Что у вас... По... Какой-то... Причине, да... Там... Нет отношений... Вот... И... Как бы... Это нужно выяснять... То есть... Вы на девочку на это... Вполне вероятно... Эм... Переносите... Эм... Ответственность... Ну... Значит... Значит... Ну... Свою ответственность... За то, что вы хотите... За то, что вам надо... За то, что вам... За то, в чём вы нуждаете... Вот... Это, ну... Совершенно неприемлемо. Потому что... Так отношения... Тем более... Ммм... Такий вход дружеский, да, то есть... Вы даже... В реале как бы не видите... Так отношения... Не... Не строят. И это... Что это совершенно... Ну, ну, это... Совершенно точно, да... Совершенно... Совершенно... Совершенно определенно... Вот. Поэтому здесь вот я надеюсь только на то, что вы воспримите это как проблему и всё-таки обратите на неё внимание, на вот эту проблему. Так, значит, либо начинал спрашивать и выяснять, да, это всё неуверенность в себе, страхи навязывался и не принимал внимания, что как ни хида может располагать к общению. А почему навязывался, для чего? Ей мысль начинала надоедать и возвращать, но видео она не показывала, извини, но бывает я пишу, так, бла-бла-бла. Я написал, вряд ли, что вас не приписка, пишу, извини, но мне одиноко, не с кем поговорить. Вы, по сути, даете на жалость, вы хотите вас пожалели. Ну, это, опять же, перекладывание ответственности на человека за свои какие-то проблемы. За свои проблемы вы сами не решаете, то есть вам одиноко. То есть вы, к примеру, не обращайтесь к психологу, да, за помощью. Вы, вместо этого предпочитаете искать лекарство от одиночества, ну, вот, у девушки. А человек, ну, что человек, она, она просто человек, она, как бы, ну, может вам дать что-то. То, что вы хотите, а может, не давать то, что вы хотите, хотите. Вот. И это нормальная, абсолютная история. Дальше, так, я рассказал, почему у меня одиноко всё такое. Лучше бы вы нам рассказали, почему вам одиноко, и лучше бы вы с этим работали. Она мне прислала разные песни, которые на последнее время слушали. Далее два дня я не заходил в ВК, а почему не заходили? Очень похоже на манипуляцию с вашей стороны, на самом деле. Почему вы не заходили в ВК? Так, эээ, значит, эээ, видят, наверное, такие сообщения. При мне отвечает, что случилось. Эээ, напиши мне хоть одно слово, даже если... Так. Даже если не будем общаться, потом мне спокойнее будет. То есть, вы заставили её волноваться. Человеку это очень, может быть, неприятно. Опять же, непонятно, почему она сказала, даже если потом общаться не будем. Я не понимаю, не понимала, почему так. Я написал, был занят, дела были, не было времени написать. Ребят, ну слава богу, хорошо, это просто пытался одиноко, потом вдруг пропал, так я и подумал, что случилось что. Ну, вот такое ощущение, что вы её специально манипулировали, чтобы она вам такое вот внимание оказала. А вам такое внимание приятно. Дальше, я сейчас буду занят, редко, редко смогу отвечать, готовлюсь к курсу. Как твои дела? Хорошо, удачи тебе. Спасибо, надеюсь, сейчас спишем. Очень похоже, что она к вам относится чисто вот так. Больше по-матерински, по-родительски, нежели чем как девочку, потому что сложно, потому что она освещает вам. Спасибо, надеюсь. Так, хорошо, удачи тебе, надеюсь, спишешь, пишемся. И я, но я тоже сейчас занят. Будет временно, пишу, иду по их сообщениям. Ну, тут как бы показывать, что всё-таки ей интересно. Теперь, удачи во всём. Далее, ни о ней я не писал, ни о ней, ни о ней я не писал, ни о ней я около недели не общаюсь в прошлый пятницу. Стоит ли написать? А зачем? Полагаю, окончательно хочешь прекратиться на общение. Почему? К чему вы пришли к такому выбору? А если напиши, будет либо бан, либо одна сложная ответ, либо простёт, не ответит, либо на ходу, конечно, напиши в данный период, так я не располагаю к общению. Почему? Да, диалог об этом не говорит. Почему бан, непонятно. Кто это не писает, для чего? Так вот. Почему семейные отношения? Если вы даже с ней не парите. Вообще загадка. На этом всё. Ну, то есть, так, почему вы поместили свой вопрос, раздел семейные отношения, для меня загадка. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку Водорота Ночь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.